читайте книжку заказывать пару слов тут многое сказано и без меня брат адам 70 лет своей практической этической пчеловодства брата дама собранная 70 лет его так что здесь все рассказано от от расстановки улья на его пасеке как правильно расставить чтобы не потерять медосборье до до подсадки маток до вывода маток до работы с искусственным осеменением изолирный облетник у него работал 70 лет 70 лет так что я думаю что многие многие вопросы которые задаются обычно на форумах здесь ответы как люди рассказывают что книга более доступна стала и шрифт более более доступен первой книжке был более мелко мелкий был до мелкий мелкий кстати да обратите внимание здесь еще можно читать это для тех кого со зрением или вообще глаза что пчеловодов страдают тоже книжечка выглядит на пасеке должна такая быть о чем там хоть написал не ну это хорошая книга это не переписка допустим какой-нибудь там советского экземпляра одно и то же только разная обложка тут уже это книг такой украине это понимаю нет уже есть но вообще альтернативы поэтому я думаю буквально через пару лет будем это продавать эти книжки с автографом конечно хочу я думаю что меньше через год уже что они разойдутся очень быстро тираж я думаю не у всех есть ваш автограф так что картинки покажите вот цех вот это покажите производчик фадеев денис переводчик особая благодарность измайлова геннадий бронис да очень мне помог с редакцией потому что все-таки информация когда читаешь сто раз одну и ту же информацию немного уже глаз начинает замыливаться какие-то вещи не видно вот тех по откачке меда посмотрите какой год ну это середина двадцатого века то есть уже есть пресс короче люди уже давным-давно работали а мы вот это как это получается мы сейчас выкладываем видео им смешно смотри этот пресс обрабатывает две тонны меда в день с потерей не более 1 процента пресс для верескового меда изолированный облетник пожалуйста и его комната для искусственного семени и для вывода матов цель для фасовки меда который может сделать две тысячи а однофунтовых бутылок зачем это 0.45 получается смотрю ванны декристаллизаторы воскотопка но у нас такой в украине нет воздуху воскотопки во всей украине которая здесь там только вот этот бак он на 100 литров 100 литров посмотри что подряд бак для 100 литров воска этого скоту какая мне была пасека небольшая почти 400 кормушки все вот эти все фотографии они были обработаны еще в украине специальным дизайнером чтобы более четкие были книжки ска с которой я делал перевод они в хуже в худшем состоянии это очень старые фотографии подбирались оттенки до 1915 обалдеть еще девятьсот двадцать второй год пострика расставлены до войны это все было и процвета девятьсот двадцатый год это установка воли мы к этому до сих пор не пришли у нас лежак и все по старинке все же по старинке все рад что денис а чем отличается первая книга второй ну первая книга она больше сосредоточена теория теория у генетики о селекции у разных породах вторая это все таки уже на основе теории он объясняет как он эту теорию использует на практике и какие из вариантов которые теоретически их же много теоретических вариантов какие из них практически можно применять и какие более верны более верны то есть это очень важно то есть мы сейчас сталкиваемся с теории допустим у каждого свое мнение у каждого свое мнение и вроде бы 10 вариантов предложено и о и все 10 они красивые подходят но а как а выбрать именно один вот он описывает что какой вариант он выбрал какой протестировал то есть даже по выводу матом очень много было способов вывода маток и сейчас мы знаем очень много и никто не может сказать какой лучше и какой для него подходит он выбрал для себя один вывод маток все и он описывает в подробностях и секрет один это не было нигде в анонсах и никто это не знает никто кроме геннадий брониславич конечно оказывается что брат адам варил медовуху да не но это мы теперь знаем в этой книге и но это мы знаем и тут есть рецепты даже так то его рецепты все вес но уже в класс все это все сделано самое интересное что когда брат адам умер монастырь где была его пасека они перешли на варку медовухи и пиво как основной доход переквалифицировать то есть до этого были это как подсобные и они полностью и до сегодня они продолжают по этим рецептом готовить медовуху ну я так понимаю еще будет и третья часть конечно конечно будет 3 3 работе здесь поиск лучших линий пчел он описывает свои путешествия он почти всю евразию скорее азию не брал но по средиземному морю он практически все страны посетил и использовал местных чул то есть тестировал местные породы которые он находил и выбирал лучшие которые можно использовать у себя на базе и отмечивает какие у каких пород есть свои плюсы и своих минусы еще очень главное для искусственного осемнения что мы начинаем скрещивать лучше с лучшим но как показывает практика брата дама это не всегда дает положительные результаты есть породы которые между собой скрещивать вообще нельзя речески да то есть они обе по себе отлично себя проявляет и скрещивание повышается агрессия то есть все чего мы нам не нужно да и тут рассказаны комбинации какие нельзя использовать а есть комбинации которые благоприятны которые мы можем использовать и по ныне короче надо покупать не учитывать читать 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 да у меня есть уже давно а это с подписи а это с подписью теперь у меня есть книга с подписью а денис сафадеева продаю недорого ну вернее дура уже продаю дорого всем спасибо и вам спасибо а